Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Боговдухновенной Псалтирии. Сегодня мы будем читать 84-й Псалом. В толковой православной Библии говорится Первый стих ясно указывает на время и повод написания Псалма. Это возвращение евреев из плена Вавилонского. Какое же время после плена он был написан? Точно указать нельзя. Из того, что в 5-8 изображается довольно бедственное положение, возвратившееся из плена, а в 10-м по 14-й выражается уверенность в получении от Бога милости, можно предположить, что написан Псалом во время служения пророков Агея и Захария, когда евреи испытывали неурожай за свое небрежение к построению храма, и когда вдохновенные речи пророков наполнили их энтузиазмом и решимостью отдать этому делу все свои силы. Итак, этот пророческий Псалом, он рассказывает о временах, когда евреи вернулись из Вавилонского плена, но так как они не озаботились сразу восстановить храм, жизнь их была бедственной в социальном смысле и тяжелой. Это очень перекликается с тем, что мы прошли через большевистское, вавилонское 70-летнее правление, но, не восстановив святыни русской земли, уже стали заниматься культом золотого тельца, стремлением к обогащению, и не очень-то у нас это все и получается, потому что, как наши предки учат, без Бога нет до порога. Подлинное возрождение начинается тогда, когда мы восстанавливаем святыни, тогда, как Божье благословение, те или иные милости по отношению к нам. Надписание этого Псалма в Септуагенте в конец, то есть здесь есть пророчество, сынам Кореевым Псалом, с еврейского текста, управителю для сынов Караха Псалом. И мы читаем сам текст Псалма, он небольшой, всего 14 стихов. «Господи, Ты явил благоволение земле Твоей и возвратил пленных Иакова, отпустил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи их». То есть благоволение Божие, оно начинается с того, когда Господь отпускает нам беззаконие наше и покрывает грехи наши, как нечто небывшее. «Прекратил весь гнев Твой, удержался от гнева ярости Твоей». То есть Господь не просто прекращает гнев собственный, но Он даже сдерживает ярость свою. Конечно, это такие антропоморфизмы, но они о многом говорят. «Восстанови нас, Боже, спасение нашего». Давайте посмотрим, как это по церковно-славянски. «Возврати нас, Боже, спасение наших и отврати ярость Твою от нас». И септуагинты «Восстанови нас, Боже, спасение нашего, и отврати ярость Твою от нас». То есть прощение, остановка божественного гнева – это как бы начало, а цель – восстановление, такое всецелое восстановление всего народа и каждого в отдельности человека перед Богом. «Ужели навеки будешь гневаться на нас, или прострешь гнев Твой из рода в род?» Здесь такая интересная дилемма в шестом стихе. «Ужели навеки будешь гневаться на нас?» Век – это жизнь одного человека. «Неужели всю нашу жизнь, весь наш век ты будешь гневаться на нас?» «Или прострешь гнев Твой из рода в род?» Здесь говорится уже о другом. «И дети наши будут страдать, и внуки наши будут страдать, и правнуки из-за грехов наших». Но реальность очень похожа на то, против чего здесь как бы возражение. Ведь Бог и наказывает людей за вину отцов до третьего-четвертого рода. «Боже, Ты снова оживишь нас!» По-славянски «ображься», то есть «обратись, посмотри на нас». «Боже, Ты ображься, оживишь и ны, и людей Твои возвеселятся о Тебе». То есть когда Господь оживляет нас, когда мы возрождаемся и радость и веселье приходят в народ Божий. «Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твою даруй нам». То есть милость не только по отношению к нам, но и к нашим потомкам. «Услышу, что скажешь во мне, Господь Бог, как изречет Он, то есть Господь, мир на народ свой и на преподобных своих, и на обращающиеся сердцем к Нему». Здесь пророк говорит, «Услышу, что скажет во мне, то есть в сердце моем Господь». Это перекликается с словами Христа, когда он говорит, что Царствие Божие внутрь нас есть. И когда Господь услышит, Он милость дает народу преподобным, то есть святым, и помогает обращающимся сердцем к Нему. То есть те, которые еще не стали преподобными, не исправились, но сердцем своим уже ищут Бога. «Так, близко к боящимся Его, спасение Его, дабы поселить славу на земле нашей». То есть спасение Божие рядом. И если мы ведем себя правильно, каемся, скрушаемся перед Богом, оно становится нашей реальностью. «Милость и истина встретились, правда и мир облабазались». Это по-славянски. И о чем это? Милость – это Божие прощение, истина – это Божий закон. Есть некое противоречие между тем, что требует закон, и то, что нам являет божественной милость. Если бы Господь судил бы нас только по истине, по закону, то никто бы не устоял. Но в Боге милость и истина, то есть милосердие и справедливость, они встречаются. Правда и мир, правда, которая требует наказания грешников, и мир, как состояние божества по отношению к нам, Бог и есть мир наш, Он есть покой наш, облабазались. Истина земли высияла, Христос исполнил закон Божий за каждого из нас, воплотившись на земле, и правда с небес приникла, то есть прислушалась как бы, ибо Господь дарует благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред ним и поставит на путь стопы свои. То есть правда, которая идет пред ним, это люди, которые исправляются. И он поставит на путь стопы этих людей, способных исправиться. Феодорит Кирский пишет, «Конец псалма ясно дает видеть, что в нем возвещается спасение всех человеков, как во Христе, совершенном им искупление, правда и милость соединяются в дарование мира человеческому роду». Но, как мы и вспоминали сегодня, что Господь и есть мир наш, потому что в себе самом Он примеряет небо и землю, человека и Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok